всем привет долго руки не доходили поговорим о программе для игроманов геймеров о программе steam но перед тем как что-нибудь делать и что-нибудь вставить вот всегда у нас существует программа system bug мы значит сейчас возьмем и сохраним образ нашей системы до установки программы steam поэтому значит я сейчас вот нажимаю создать новую точку отката а здесь запишем время до 827 ну вот точка отката создана на это у нас ушло всего лишь около двух минут времени то есть повторные точки отката создаются гораздо быстрее чем изначально изначально обычно создается там минут за 8 за 10 последующего гораздо быстрее то есть что мы сделали если что-то пойдет не так с установкой программы steam то у меня всегда будет возможность откатиться назад на созданную точку отката вот практически и все значит ну что откроем менеджер программ заведем парольчик напишем в нем словечко steam нажмем enter вот он сразу нас подсвечивает эту программку ну и теперь ее поставим он пишет что всего лишь потребуется 2 мегабайта на диске ну посмотрим отзывы о программе самые разные тут вот даже есть по русский комментарий что человек доволен что steam пришел на linux ну но самые разные но в основном на на русском и на английском программа поставлена теперь сейчас он обновит все необходимое сделает установки и потом еще раз это дело проверим здесь сообщает что идет обновление стима что скачивается 244 так ну пока там все это дело делается давайте ка посмотрим ну вот значит создать новый аккаунт значит ну давайте посмотрим ну давайте попробуем создадим новый аккаунт здесь вот идет длительный длиннейший список нажимаем кнопочку что согласны здесь что согласны и здесь значит нужно придумать какое имя для аккаунта и пароль ну я завел придумал имя пользователя ну вот выбираем free to play посмотрим что здесь есть кромастер вот есть кромастер посмотрим к установке и вот в установках возьмем к и выберем русский язык так нажмем на окей посмотрим что здесь есть ну все равно ну давайте стратегию возьмем кромастер арена и что здесь такое с чем его едят нажмем на играть ну вот написано играть ну нажмем на играть ну и рылык на рабочем столе сделаем так все равно и и Продолжение следует... Ну, свернем, посмотрим, что здесь такое. Пишет, что обновление займет около одной минутки. Пишет, что идет обновление. Ну, вроде бы как 100% сделано. Ну, пока кнопочка Play не нажимается. Вот, появилась, наконец, возможность нажать на кнопочку Play. Спрашивает, если у вас аккаунт на Ancama. Пишем, что нет. И чтоб соединили через Steam. Продолжение следует... Тут предлагают узнать подсказки. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, а здесь правила игры. Ну, и все в таком же духе. Ну, для игроманов, для тех, кто это дело любит, надо просто сидеть и разбираться с игрой, с ее правилами и прочее. А так, как видите... Все оно работает... Игры грузятся... Есть варианты... Бесплатных игр... И есть варианты платных игр. Поэтому... Смотрите, сидите, как говорится, там разбирайтесь, кому что нравится. Ну, а я на этом деле... На игроманском заканчиваю. Потому что сам я, так сказать... Небольшой игроман. Но вот для любителей игр я показал, как установить игру. Поставить русский язык. Как выбрать бесплатную игру. И как в нее играть. Ну, а теперь, когда игру я поставил... Посмотрел там, что и как. Это я делал просто-напросто для пользователей, которые любят в игрушки играться. Я, значит, сейчас просто-напросто ее удалю. Каким образом? Не зря я показывал, как мы создавали контрольную точку. Вот тут указана дата и время создания. И вот здесь вот есть кнопочка восстановления системы. Вот я ее нажимаю. И нажимаю на кнопочку Next. И началось восстановление системы. Когда оно закончится, я перезагружу компьютер. И буду пользоваться системой, которая у меня была до этого. Вот восстановление системы практически заканчивается. И здесь она спрашивает, но я сохраню перезагрузку. Итак, я перезагрузился. Ну, проверим, существует ли Steam здесь. Как видим, стима нет. Остался только значок на рабочем столе. Ну, значок мы можем просто-напросто убрать. Затем зайти в Ubuntu Tweak. В очистку. В систему. Ну, пишет, что система у меня чистая. Ну, ладно. Вот таким вот образом. Ну, и проверяем. Вот еще Chrome Master Arena тут есть. Его можно удалить. Посмотреть свойства, что это такое. Все понятно. Удаляем. Ну, и можно проверить еще папочку загрузок на всякий случай. Ну, все удалено нормально. Ладненько. Итак, вот, в принципе, таким вот образом можно, значит, почистить после... Если вы не игроман, а там решили попробовать. Затем откатились назад. И вот, как все это дело почистить. Ну, и через терминал вот еще парочка командочек. Такого плана. Команда терминала. Вот здесь. Команда номер один. Вставляем. Вставляем. Нажимаем Enter. Пишем пароль. У меня во всех сборках пароль и имя пользователя одно и то же. User. Так вот здесь вот и написано. Ну, и еще вот здесь вот почистим кэшик еще при помощи вот этой программки. Ну, как видите, все нормально сделано, корректно. То есть, практически, система у меня сейчас в том же самом состоянии, что и была до установки программы Steam. Так что игроманам, значит, теперь будет гораздо проще ставить эту программу. Можете пользоваться моим видеороликом. Основные вопросы установки я показал. И как найти менюшку и в ней выставить русский язык. Так что желаю всем удачи и до новых встреч.